Всем здравствуйте! Сегодня я буду готовить мясо по-французски. Это очень вкусный и простой рецепт. Приготовить смогут все. Мне понадобится свинина 600 грамм, 2 большие луковицы, соль 1 чайная ложка, перец пол чайной ложки, майонез 2 столовые ложки, масло для смазывания фольги. Для мяса по-французски я всегда использую свиную шею. Мясо получается очень нежным и сочным. Нарезала мясо на кусочки примерно 2 см толщиной. Накрываю пленкой и буду отбивать. Пленкой я накрываю, чтобы сок от мяса не разлетался по сторонам. Отбиваю не очень сильно с одной стороны. Снимаю пленку, переворачиваю на другую сторону мяса и также отбиваю не очень сильно с другой стороны. Снимаю пленку, солю мясо, перчу. Перчить я буду только с одной стороны. Переворачиваю и солю с другой стороны. А потом переворачиваю на ту сторону, где я перчила. Беру майонез и тщательно смазываю кисточкой каждый кусочек. Далее нарезаю лук кольцами и выкладываю его сверху мяса по 2 кружочка. Сверху лук смазываю слегка майонезом. Я застелила фольгой противень, налила немножко масла и смазала фольгу. Я выкладываю все мясо. Накрываю фольгой и ставлю в холодильник на 1 час мариноваться. Достала мясо из холодильника, снимаю фольгу и ставлю запекаться в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Периодически я открывала духовку и поливала соком от мяса лук. Прошло 35 минут, мясо практически готово, лук стал мягким, ароматным и пришло время посыпать все сыром. Натираю на крупной терке сыр. И кладу толстым слоем сверху на каждый кусочек, вот так. И отправляю в духовку на 5 минут. Ну вот и все, мое мясо по-французски готово. Мясо получилось просто обалденное, красивое, ароматное. Какой запах, не передать словами. Сейчас я попробую и покажу, какое оно внутри. Разрезаю. Посмотрите, как легко оно режется. Мясо по такому рецепту получается очень нежным, сочным, вкусным. А как тянется сыр, это очень вкусно. Я всем рекомендую приготовить мясо по такому рецепту. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Оставляйте свои комментарии. Я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч. Всего доброго!